МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в нашем выпуске. Госдума приняла в первом чтении дополнение в действующий закон о днях воинской славы и памятных датах России. Законопроект предлагает ежегодное проведение в день памяти и скорби всероссийской минуты молчания. Прокуратуре округа подвели итоги работы за 2019 год. За этот период выявлено более 3000 нарушений федерального законодательства. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено 390 лиц. Степень готовности и обеспечения безопасности строящейся школы на улице Авиаторов сегодня оценили сенатор от Ненецкого округа Римма Галушина и прокурор Ненецкого округа Николай Егоров. Отвечает ли строящаяся школа требованиям федерального законодательства в части обеспечения безопасности? Обмен опытом по возрождению старинного ремесла. Мастерицы из Ненецкого округа вскоре отправятся в старинное село Крестцы Новгородской области, где с ними поделятся секретами уникальной вышивки, не имеющей аналогов в России и за рубежом. Государственная Дума в среду 5 февраля приняла в первом чтении дополнение в действующий закон о днях воинской славы и памятных датах России. Законопроект предлагает ежегодное проведение в День памяти и скорби всероссийской минуты молчания, сообщил депутат Госдумы от Ненецкого округа Сергей Коткин. С авторами документа стали представители всех парламентских фракций. Законопроект был принят депутатами единогласно. Как отметил Сергей Коткин, законодательно предлагается установить 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, ежегодную акцию – общероссийскую минуту молчания. Она будет проводиться одновременно во всех 85 регионах страны в 12.15 по московскому времени, независимо от часовых поясов. Депутат пояснил, что время проведения минуты молчания выбрано не случайно. В это время в эфир по радио вышло обращение о нападении нацистской Германии на Советский Союз. Сергей Коткин также отметил, что депутаты Госдумы предлагают присоединиться к патриотической акции всем странам бывшего Союза. «Минута молчания в память о 20 миллионах погибших советских граждан – это патриотическая акция, которая объединяет всех россиян и должна послужить миру напоминанием об агрессии против Советского Союза и о стойкости его народа в борьбе с фашизмом», говорится в пояснительной записке к документу. В прокуратуре Нинецкого округа подвели итоги работы за 2019 год. За этот период прокурорами выявлено более 3000 нарушений федерального законодательства, дисциплинарной и административной ответственности привлечено 390 лиц. Такие цифры привел в своем докладе прокурор округа Николай Егоров. Подробности в материале Александры Литковой. На особом контроле прокуратуры округа – вопросы соблюдения трудовых и социальных прав граждан. Благодаря вмешательству сотрудников ведомства свои кровно заработанные получили 300 работников из 12 организаций. И это только за прошлый год. Общая сумма погашенной задолженности составила более 100 миллионов рублей. Материалом прокурорских проверок возбуждено 3 уголовных дела, 22 лица привлечены к административной ответственности. Кроме этого, прокуроры добивались установления заработной платы не ниже минимального размера, установленного законом, надлежащего оформления трудовых отношений, организации безопасных условий труда, перерасчета заработной платы и стимулирующих выплат. Тем не менее, длительная задолженность на сегодняшний день имеется на трех предприятиях-банкротах и в ряде оленеводческих хозяйств. Сейчас эта сумма составляет 25 миллионов рублей. Также в числе приоритетных направлений деятельности прокуратуры охрана жизни и здоровья граждан. Среди типичных нарушений, которые устранялись после вмешательства прокуратуры округа, это неоснащенность медицинских пунктов, не проведение необходимых медицинских исследований, соблюдение порядка оказания стандартов медицинских услуг. На настоящее время нерешенно остается проблема технического состояния учреждений здравоохранения в сельских населенных пунктах округа и обеспечения медицинским персоналом. Имеется перевод с приобретением и доставкой лекарственных препаратов, в том числе льготных и дорогостоящих. К примеру, в 2019 году, только после вмешательства прокуратуры, проведены торги на поставку жизненно необходимых жителей Норинмара дорогого лекарственного препарата стоимостью свыше полумиллиона рублей. В ходе заседания коллегии глава региона Александр Цибульский поблагодарил представителей надзорного ведомства за работу, а также отметил, что меры, которые принимались прокуратурой совместно с правоохранительными органами и органами государственной власти, способствовали снижению преступности в регионе. Считаю, что в предстоящий период нам необходимо добиться еще более эффективной комбинации действий в сфере недопущения в первую очередь экономических преступлений, в сфере надзора за исполнением бюджетного законодательства, за целевым использованием государственных средств, выделяемых на поддержку реального сектора экономики и в первую очередь национальных проектов, о чем также Николай Анатин в своем докладе подобно останавливается. Необходимо оперативно реагировать на нарушения сферы охраны окружающей среды и природопользования, это особенно актуально в то время, когда Ненецкий округ вступил в новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. По информации надзорного ведомства, за прошедший год значительно выросло число мер прокурорского реагирования по результатам рассмотрения жалоб и обращений. В 2019 году их количество выросло на 20%. Четверть из них поступило в электронном виде. Из 1328 обращений разрешено 884, 399 перенаправлено в другие ведомства. Восстановлены права 160 жителей региона. Александр Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Степень готовности и обеспечения безопасности строящейся школы на улице авиаторов сегодня оценили сенатор от Ненецкого округа Римма Галушина и прокурор Ненецкого округа Николай Егоров. В состав представительной делегации также вошли заместитель губернатора Наталья Сидорова, уполномоченный по правам ребенка Галина Гуляева и представители строительного блока. Отвечает ли строящаяся школа требованиям федерального законодательства в части обеспечения безопасности, расскажет Мария Владимирова. Городская школа в микрорайоне улиц авиаторов должна быть сдана в эксплуатацию летом текущего года. На объекте выполнены все строительно-монтажные работы. В настоящий момент идет укладка плит, покраски на второй слой ожидают стены, необходим монтаж потолочных плит. «Потолки закрыты частично, но не открыты там, где будут проходить коммуникации, видеоконтроль доступа, пожарная сигнализация в связи с изменениями. Чтобы лишний раз их не демонтировать, потому что эта плита более-менее такая нижная, белого цвета, как вы обратили внимание, чтобы этого не было, мы решили пока не вложить до монтажа кабельной продукции. Это в связи с терактами увеличился контроль доступа, увеличился видеонаблюдение, количество камер и, соответственно, охранная система. Вы готовы к этой штабе? Да, оборудование заказано уже, просто это затянуло время, в связи с этим стоят потолки раскрытые». Также в целях обеспечения безопасности в школе предусмотрены два поста наблюдения и серверная, куда будет стекаться вся информация. Здание строящейся школы составляет 29 тысяч квадратных метров. Для обеспечения безопасности здесь будет установлено 96 видеокамер, это на 30 больше, чем планировалось изначально. Также будет установлена система охранной пожарной сигнализации, а на дверях так называемая спутсистема, это кнопка с монитором. В целом, говорят специалисты, данной начинки будет достаточно для того, чтобы обеспечить в школе стопроцентную безопасность. Изменение норм законодательства в части обеспечения безопасности – одна из причин задержки сроков сдачи объекта. В целом, отметил прокурор Нейнского округа Николай Егоров, в связи с нарушением сроков контракта, ведомством организована проверка по действиям заказчикам. Видим, что в ходе строительства этой школы потребовались с учетом изменения законодательства дополнительные меры, связанные они с антитеррористической защищенностью объекта, это очень важно, с видеонаблюдением, внесены соответствующие коррективы в проект, это требует дополнительных затрат. В настоящее время в округе выделены деньги для закупки оборудования для этой школы, поэтому будем мерами прокурорского реагирования подрядчиков и заказчиков подталкивать, чтобы 1 сентября дети пошли в новую школу. Безопасность нахождения детей в образовательном учреждении – это не только наличие видеокамер и других систем. Член Совета Федерации от Нейнского округа Рима Галушина обращает внимание, например, на узкую лестницу, ведущую в актовый зал, а также на другие моменты. Конечно, вопросы безопасности, в первую очередь, нахождение здесь детей, поэтому объектам и оборудованию, касающимся безопасности, конечно, мы особое внимание уделяем. Поэтому мы вот здесь проверяем, в том числе, например, окна в рекреации, они свободно открываются, поэтому сейчас нужно тоже решать этот вопрос, чтобы обеспечить безопасность. Ну и вот другие моменты. По итогам рейда все возникшие проблемные вопросы, отметила Рима Галушина, в дальнейшем будут обсуждены с вице-губернатором, курирующим вопросы образования для принятия оперативных решений. Мария Владимирова, Вадим Стасек, Телеканал «Север». В Ненецком округе будет принят закон о полномочиях органов государственной власти в области обращения с животными. Соответствующий проект закона одобрен постоянной комиссией регионального парламента по делам Ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользования. Как рассказал начальник государственной инспекции по ветеринарии Ненецкого округа, главный государственный ветеринарный инспектор округа Александр Антонов, в соответствии с федеральным законодательством данный законопроект определяет полномочия органов государственной власти Ненецкого округа в области обращения с животными. Данные полномочия распределяются между собранием депутатов, администрацией и другими профильными исполнительными органами государственной власти округа. Он также отметил, что для реализации данного проекта закона потребуется принятие ряда дополнительных нормативных правовых актов Ненецкого округа. Председатель комиссии Матвей Чупров отметил, что закон о полномочиях в данной области необходим, чтобы можно было дальше поэтапно двигаться в направлении совершенствования системы обращения с животными на территории округа. По итогам обсуждения, комиссия большинством голосов рекомендовала комитету принять законопроект сразу в двух чтениях. В Ненецком округе стартует прием заявлений от некоммерческих организаций на право получения в 2020 году субсидий закружного бюджета на осуществление уставной деятельности. Мероприятие проводится в рамках реализации государственной программы Ненецкого округа, реализации региональной политики Ненецкого округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации. Максимальный размер субсидий для каждой организации составляет 500 тысяч рублей. Прием заявлений продлится до 25 февраля 2020 года. Традиционно при оценке заявок конкурсная комиссия будет учитывать такие критерии, как значимость и актуальность деятельности организации, ее экономическая и социальная эффективность, а также профессиональная компетенция. В 2019 году в рамках конкурсов субсидий было поддержано 37 инициатив некоммерческого сектора на 4,5 миллиона рублей. Причем минимальный размер субсидий для одной организации составил 40 тысяч, а максимальный 400 тысяч рублей. Добавлю, заявки принимаются в Департаменте внутренней политики Ненецкого округа. Подробную информацию можно получить на сайте ведомства. Для получения консультации также можно обратиться по телефону 2 15 66. 2020 год в России стал годом народного творчества. Он нацелен на то, чтобы обратить внимание на вымирающие деревни, ремесла и промыслы, которые для большинства жителей на протяжении многих десятилетий являлись единственным источником дохода. Сегодня они возрождаются благодаря государственной поддержке и неравнодушным предпринимателям. Один из таких проектов по возрождению традиционного промысла в России и за рубежом был реализован в Новгородской области. Там удалось возродить одно из старинных предприятий районного центра, тем самым спасти уникальную старинную вышивку – крестецкую строчку. О том, как сейчас работает фабрика и филигран на мастерстве рукодельницы, расскажет Любовь Пермякова. Здесь находится цех заготовки изделий «Подожор» или, как его еще ласково называют, «дерышка». Сейчас мастерицы подготавливают сетку для ручного или машинного шитья. Рождение крестецкой вышивки начинается именно здесь. Мастерицы выдергивают нити в определенном порядке. Работа дергальщиц является по-настоящему ювелирной. Здесь нужна филигранная точность, которая требует внимания и отличного зрения. При подготовке такого полотна права на ошибку нет. Неправильно подрезанные и вырванные нити обрекают изделие на выброс. Тяжело вот это делать? Конечно, тяжело. Ниточки тоненькие, вытащить, все правильно, намерить. А давно здесь работаете? Давно. Вообще, я работаю здесь 17 лет. Дальше изделие попадает в руки вышивальщиц, которые путем обвивки нитей и заполнением получившейся после держки сетки создают различные узоры. Это самый массовый цех вышивальщиц. Сейчас здесь трудится 26 мастериц и 6 учениц. Работа очень кропотливая. Например, на изготовление самого легкого изделия салфетки уходит 2 часа. На изготовление самого сложного – более 3 месяцев. Назвать такую ювелирную вышивку машиной не поворачивается язык. Ведь направление иглы, натяжение нити и скорость работы полностью контролируются мастерами. Люди здесь работают десятилетиями. Хотя приходят и молодые кадры. Среди них 19-летняя Анна Синякова. В руках мастеров на фабрике рождаются уникальные салфетки, скатерти, рушники, чайные наборы. Постельное белье, занавески и женская одежда. На мне сейчас эксклюзивный наряд, не имеющий аналогов в мире. Например, на изготовление этого платья уходит 7 дней. На изготовление жилетки – более 14, так как здесь применена ручная вышивка. Верх вышивального мастерства и самые сложные изделия, сравнимые с ювелирным искусством, готовят вышивальщицы ручной вышивки. Техника зародилась в Крестецком уезде в деревне Старая Рахина. По мнению многих экспертов, Крестецкая строчка – вершина художественного мастерства русской вышивки. Вообще, обучение у нас проходит в любом цехе, на любых операциях три месяца. Потом уже делают продукцию. Так вообще, в принципе, обучаться можно всю жизнь. После того, как изделие готовят, оно попадает в руки гладильщицам. Утюжат их старыми 8-килограммовыми утюгами, которым уже более 50 лет. Дело в том, что, чтобы отутюжить лен, необходимо обязательно давление. С парообразователем все равно такой гладкости не добьешься. Поэтому мы используем старые наши утюги. Вот ремонтники нам, если что-то случается, ремонтируют. Так мы их бережем. У нас несколько есть в запасе штук. Вышивальщицы, швеи, закройщицы, конструкторы, крахмальщицы и дергальщицы. Сегодня на строчке работает 70 человек. Условия созданы поистине столичные. Просторные светлые помещения, оформленные в стиле лофт. В воздушности добавляют стеклянные перегородки и двери. Фирменная вышивка встречается повсюду. На задовесках, в рамках на стенах, даже на чехле для кулера. Вторую жизнь предприятию и возможность сельским жителям заработать дал петербургский бизнесмен Антон Георгиев. Он выкупил обанкротившееся предприятие в 2015 году. В 2015 году, когда Антон Викторович выкупал фабрику, оно выглядело несколько жутковато. И уже когда отреставрировали, конечно, все. Теперь приятно и работать. Здесь еще работали в этих помещениях? Да. Здесь был распроенный цех. Здесь нет, правда, вышивальщица, но он приблизительно так же выглядел. В 2018 году без отрыва от производства фабрику отремонтировали. Тем самым спасли уникальное новгородское ремесло, которое пользуется популярностью. Большое количество подписчиков и, как следствие, продаж крестецкой строчки принесли приезды на фабрику Александра Васильева и Лены Летучей. Серьезный вклад в имидж крестецкой строчки внесло включение продукции фабрики в президентский подарочный фонд. Также мастера строчки разработали авторские узоры для одежды известного российского дизайнера. Коллекция была презентована в Париже, во Франции. И, говорят, имела большой успех. Любовь Пермякова, Антон Ведряков, телеканал «Север», Великий Новгород. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...